Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Сегодня поговорим о присутствии детей в мечети. Вот личным опытом поделюсь. Когда я в Турции был, в мечети, настало время намаза Асра вроде, и там была маленькая девочка. Лет примерно шесть ей было, и примерно четырехлетний братик. Они там такую шумиху устраивали. Ужас просто. Кричали, смеялись, бегали. Топ-топ. А в турецких мечетях эхо-то какое. И вот вся эта шумиха эхом отдается, а я намаз читал. И думаю, ну все, конец им. Сейчас выгонят. Сейчас их просто-напросто выволокут из мечети по окончанию намаза. Прочитали намаз, и причисто Аллах, все такие дружелюбные с ними, улыбаются этим детям. Отец их там тоже был, сидел в углу. А к детям все относятся так хорошо. Один дает им леденец, еще кто-то сладости передает им. То есть настолько мило относились к этим детям, играющим в мечети. Потом смотрю, имам мечети, говорит кому-то, пожалуйста, не кричите на наших детей. Не просто на детей, а на наших детей. То есть у них такое отношение, что дети в мечети – это милость от Всевышнего Аллаха. А в некоторых мечетях, к сожалению, люди видят детей в мечети и такие, да простит Аллах, кто же их сюда привел? Их не должно быть здесь вообще. Говорят, что дети от поклонения отвлекают. Но тогда у тебя слабое поклонение, если тебя отвлекает плач ребенка. Надо бы тебе сердце свое очищать. Побольше осознанно напоминать Аллаха. Это не дети виноваты, что ты сосредоточиться не можешь. Это ты сам виноват. В Турции вот тоже в городе одном. Огромная мечеть есть. И там на заднем дворе большущая игровая площадка. Люди там и во время намаза, и между намазами. И дети играют там. Для детей это укрепление связи с Домом Аллаха. Они там играют и учатся, как читать намаз. Они понимают, что люди, которые приходят туда, читают намаз, выполняя повеление Аллаха. То есть дети берут пример с их поведения. Это очень-очень важно. Делать такие вот детские уголки рядом с мечетями. Даже вот у нас здесь, в мечети, есть уголок, где только игрушки. И как только у нас это появилось, у нас теперь минимум детей семь в день приходят поиграть в этом уголке. Пока все намаз читают. В итоге дети привыкают слушать азан, привыкают к суре фатиха, берут пример с людей. Им нравится в мечеть приходить. Это же так полезно для ребенка. Если ты, как имам или как прихожанин, выгоняешь детей из мечети из-за своего высокомерия, то к тебе будет много вопросов в судный день. Эти дети же тебе на замену придут. И там, где ты намаз читал, они будут говорить Аллаху Акбар и намаз читать. Ребенок, который в детстве играл в мечети, подрастет и будет в мечети с Аллахом разговаривать. Не мешай ему креплять связь со Всевышним Аллахом. В следующий раз, когда услышишь, как ребенок плачет в мечети, помни, это наше будущее поколение. Альхамдулиллах. Хвала Аллаху за это, что мы слышим их в мечетях. Если они вместо мечети будут в клубах танцевать, мы же сами потом будем говорить, мол, вот какое поколение, вообще неуправляемые. Так ты же сам не хотел, чтобы они в мечеть приходили, они же типа шумят. Лучше не мешай им. Пускай в мечети будут. Пускай шумят. Это их убережет от зла в будущем. Пусть Всевышний Аллах даст нам осознание того, что дети в мечети, это очень важно. Пусть Аллах сделает будущее поколение способным продолжать нести послание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Да воздаст вам Аллах благо. Массаляму алейкум у рахматуллахи в баракату. Хайя алейкум у рахматуллах. Продолжение следует... Продолжение следует...